Привет дорогие друзья! Ну а что там по Херсону? Ну по Херсону я еще вчера высказал свое мнение Его растащили из частного канала и к вечеру там же в частном канале в закрытом я написал большой статус И он непонятен многим и это нормально, потому что в свое время вернемся к этому статусу В свое время я объясню что он значил Смотрите, риторика наступления на Херсон на самом деле отвлекала Она сбивала с толку, она отвлекала и пока вооруженные силы Российской Федерации стягивались на юг В Харькове произошел прорыв А сейчас же началось продвижение ВСУ и на югах, и на Криворожском направлении И если назначенные россиянами местные власти долгое время отрицали успехи вооруженных сил Украины То теперь риторика меняется, причем поменялась она очень резко Российские источники в свое время оценивали взятие Херсона без боя практически как большой успех На самом деле система территориальной обороны развалилась на глазах Сбежало все руководство, включая губернатора Под значительным давлением из Крыма сбежали все, кто должны были защищать Херсон Позже в средствах массовой информации начали показывать выступления Выступления, причем что тех, кто выступали, их не расстреливали, как и удивительно Не вешали на столбах Потом подключились партизаны И началось уничтожение некоторых персоналей, которые там назначались россиянами Но это на общую ситуацию никак не повлияло Зато удержание Херсона открывает путь на Николаев Однако взять Николаев у русских не получилось Фронт постепенно увяз А у Киева напротив появилось точное вооружение западное Которое позволяло взять под огневой контроль немногочисленные переходы через Днепр Очень даже может быть, что сыграл свою зловещую роль и теракт на Крымском мосту Который ограничил логистические возможности Российской Федерации Кто бы там что ни говорил Таким образом Херсон превратился в чемодан без ручки Бросить невозможно, оборонять весьма сложно Там возможно окружение большой группировки российских войск Что приведет к катастрофе И понятно всем было, что оставить Херсон Это дело времени Чтобы повторилась ситуация, которая произошла в Харьковской области Кремль решил поступить по-своему Напротив Как бы на первый взгляд нелогично Присоединив эти земли Объявив их Российской Федерацией После этого многие уже точно уверовали в то Что Российская Федерация ни в коем случае, ни при каких условиях не будет оставлять Херсон Но вот появляется информация о том, что россияне вывозят семьи из Херсона Местные власти начинают подтирать оттуда своих родственников Сначала эта информация появилась, понятно, в телеграммах вонючках И в принципе веры ей немного Но потом начались подтверждения Сначала глава, замглавы ВГА, вернее Стримаусов Отрицал продвижение ВСУ к Херсону В Киселевке все в порядке На Давыдовом Броде все в порядке Все попытки отбиты Когда Давыдов Брод был освобожден ВСУ Стримаусов утверждал, что украинские военные попали в огневой мешок Похожие вещи он говорил о наступлении на Дудчаны Сейчас в огневом мешке авиация И артиллерия добивает всех тех Кто проломился на суверенную территорию Российской Федерации Уже спустя неделю он рекомендовал местным жителям На направлении Дудчаны-Береслаб Воспользоваться моментом, забрать детей и отправиться на отдых Вот в данном контексте, после совета отправляться на отдых Все и заговорили про эвакуацию Причем в этом виноваты сами местные власти Потому что вернувшийся как раз таки из Москвы Сальдо Сообщил о том, что он публично попросил руководства РФ О помощи в выезде херсонских семей В другие регионы Российской Федерации Для отдыха и учебы Стримаусову пришлось объяснять Что призывы ехать на отдых Это никакая не эвакуация Это просто призывы ехать на отдых При этом слухи о том, что что-то готовится Не стихали и вот 18 октября выступление генерала Армагеддона И он внезапно для многих заявляет, что ситуация на фронте напряженная, непростая Дальнейшие наши действия и планы в отношении самого города Херсона Будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации Мы будем исходить из необходимости максимального сохранения жизни мирного населения И наших военнослужащих Это является приоритетом Не исключая принятия самых непростых решений Самые непростые решения Некоторые начали думать о ядерном оружии Причем, что тот же самый Суровикин сказал, что Есть информация, что киевский режим готовит применение там оружия Запрещенного оружия, там оружия массового поражения Киевский же режим интерпретировал его слова напротив Так что типа Они собираются там что-то взорвать Взорвать плотину, как это сделали под Киевом Несмотря на то, что данное заявление тянет на 100% зраду Российская патриотическая тусовка Или скажем так, часть российской ультрапатриотической тусовки Восприняла это заявление Суровикина Как нечто позитивное Наконец-то нам начали говорить правду Возможно в этом есть даже доля истины Потому что обычно о жестах доброй воли Как то об оставлении Змейного Говорили постфактум Сделали, когда уже все об этом говорят Признали Но вот уже Стримаусов, который отрицал продвижение ВСУ Предвещает скорое начало битвы за Херсон И посоветовал по возможности покинуть район предстоящих жестоких боевых действий Тамошние местные власти все еще избегают определения эвакуации К примеру, сальдо это называет добровольным перемещением Тяжелым, но верным решением Въезд для гражданских лиц в область запрещен А все органы власти переезжают на левобережье Всего на левый берег собираются перевезти порядка 60 тысяч жителей Уже к вечеру, 19 октября Путин постановил, подписал указ И поручился Совету Федерации рассмотреть внесение предложения Объявить режим военного положения в четырех новых регионах Создать штабы терробороны Уже на следующий день, по сути, был введен Государственный комитет обороны Это тот орган, который работал во времена Великой Отечественной войны Страна стала на военные рельсы По сути, введено военное положение При этом, по-прежнему, за определение война может грозить Бобо Для чего вообще это делается? Скорее всего, делается, как говорит Стримаусов Для того, чтобы превратить город в крепость Таким образом, мы сможем увидеть что-то повторение Мариуполя Когда будет бой за каждую улицу, за каждый дом Потому что вооруженные силы Российской Федерации Сдавать Херсон без боя, вроде бы как, не планируют Но тут есть еще одна оговорка Потому что Мариуполь был окружен со всех сторон А вот Херсон будет находиться под огневым контролем с левого берега Вариант номер два, риторикой о сложных решениях Россиян готовят к отходу из Херсона Которые ранее вооруженные силы Российской Федерации Намеревались удерживать любым путем И тогда вот границей будет Днепр Правобережная ваша, Левобережная наша Ким говорит, помните Виталий Ким Он говорит, что укрепление под артиллерию вооруженной силы Российской Федерации Роют в районе Чаплынки на левом берегу Чтобы оттуда обстреливать уже Херсон после отступления И последний вариант Применение ядерного оружия Неизвестно, как на это отреагируют Ввиду того, что некоторые ведущие европейские страны Сказали, что в общем-то можно Мы никак на это отвечать не будем Здесь я все-таки ставлю под сомнение и надеюсь на благоразумие В любом случае, легкой прогулкой для ВСУ это не будет Почему? Потому что, а, Российская Федерация ввиду того, что они отведут всех Все лояльное население там останется Ну, условно, не лояльное Поэтому они его беречь, возможно, не будут И если даже вооруженные силы Украины Через несколько недель возьмут Херсон Для того, чтобы сделать подарок В первую очередь демократической партии США Потому что он выборы на носу То форсировать Днепр будет сложнее, чем Оскол В любом случае Если верить российским ставленникам в Энергодаре Под городом уже неоднократно проводились десантные операции Которые для украинской армии оборачивались потерями В лучшем случае отступлением Ну, Арестович предсказывает, что освободившаяся и вполне боеспособная российская армия Которая освободится из-под Херсона Будет потом переброшена на Киев Тоже спорное утверждение Почему? Как-нибудь потом, возможно, расскажу Своё мнение я оставлю при себе пока что Имею ввиду, что у меня, мне кажется, есть видение того, что происходит Мне кажется, вчера я увидел всё абсолютно чётко И почему вы не можете, допустим, этого увидеть Слышите разрозненные заявления Вас это дезориентирует Вполне возможно, потому что вы смотрите на картину С расстояния 10 сантиметров У меня всё, пока